Привет всем! А вы уже подготовили сладкие подарки своим деткам? Давайте сделаем необычную новогоднюю упаковку для конфет в форме комбинезона Санта Клауса. Помимо конфет в него можно поместить и новогодний подарок. Первым делом нарисуем схему штанишек. Приготовьте лист бумаги размером 11,5 на 17 сантиметров. Отметим 7 миллиметров вниз и поставим точку. Соединяем линией эти две точки. Отмеряем 9 сантиметров на этой линии вправо, но точку ставим на нижней только что нарисованной линии, вот тут. Из этой вершины отмеряем 8,5 сантиметров вниз и ставим точку. Соединяем плавной дугой эти две вершины, вот так. Отмеряем полсантиметра слева и ставим точку. Соединяем эти две вершины. Вырезаем по контуру. Вот такая деталь у нас получилась. Из красной ткани вырезаем две такие детали и две в зеркальном отражении с припуском на швы в полсантиметра. Эти две детали образуют штанину и эти две детали образуют еще одну штанину. Складываем две детали одной штанины лицевыми сторонами друг к другу и сшиваем по внешнему краю. Со второй штаниной проделываем то же самое. Такие заготовки должны получиться. Теперь каждую штанину сшиваем по этому краю. Для удобства лучше сначала наметать изделие, а затем прошить на машинке. Теперь нужно сшить штанины между собой за эти края. То есть сшиваем и спереди и сзади. Вот так. Я сшила и вот что у меня получилось в итоге. Вырезаем два круга диаметром 5,5 сантиметров и пришиваем их к нижней части каждой штанины. Это будет дно каждой из штанин, чтобы сладости не высыпались. Есть более простой вариант, это просто зашить штанину снизу, но тогда упаковка будет не объемная. Я пришила кружочки, такой результат у меня получился. Теперь сделаем область пояса. Из красной ткани вырезаем две детали размером 23 на 10 сантиметров каждая. Подшиваем края у каждой заготовки вот так. Затем пришиваем каждую полоску к штанам. Сворачиваем ее пополам и прячем в нее верхний край штанин. Пришиваем обе детали спереди и сзади получаем такой результат. Теперь осталось зашить боковые стороны сверху с изнаночной стороны штанин и отрезать лишнюю ткань. Такие штанишки у меня получились. Из той же красной ткани я сделала две лямки длиной 30 сантиметров каждая. Приклеиваю горячим клеем лямочки комбинезону. Можно конечно их и пришить. По нижнему краю штанин приклеиваем или пришиваем белую пушистую ткань, либо фиатервату или мелко нарезанные шерстяные нитки. Почти готово. Осталось только приклеить пояс к комбинезону. Я вырезала две полоски из черной ткани искусственной кожи. Также вырезала пряжку из картона и обклеила ее фольгой. Вдела пряжку в одну из полосок и приклеила их к комбинезону. С пряжкой спереди, без пряжки сзади. Все, упаковка в форме комбинезона Санта Клауса готова. Можно наполнять сладостями и ставить под елочку в новогоднюю ночь. Хорошего вам настроения. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых выпусков. Всем пока!